Всех приветствует Отвертка, канал Домашнего Мастера и наш партнер с сайта ixbt.com. Сегодня у нас хороший вопрос. Что такое крутящий момент и почему это важно для шуруповерта? Шуруповерт один из самых универсальных и практичных инструментов для дома. Он ускорит сборку мебели, упростит установку плентосу, прикручивает различных полок и так далее и станет надежным помощником в решении еще более десятка бытовых вопросов. Сегодня на рынке электроинструментов, особенно в соседнем хлебном магазине, представлен огромный ассортимент шуруповертов. Поэтому вы легко найдете и простую модель для несложных работ, и прибор профессионального уровня для выполнения коммерческих задач. Если вы задались вопросом, какой шуруповерт купить, независимо от того, для какой цели он требуется, при выборе нельзя обойти вниманием такую характеристику, именно как данного устройства, как крутящий момент. В данном секретном видео мы подробно расскажем, какое значение в работе инструмента имеет показатель крутящий момент. Итак, крутящий момент шуруповерта. Крутящий момент шуруповерта – это сила нагрузки инструмента, то есть предельное усилие, которое создает шуруповерт для ввинчивания детали. Это может быть бита или, например, сверло, если речь идет о дрели-шуруповерте. Величина измеряется в ньютон-метрах. Чем выше этот параметр, тем большую силу будет оказывать инструмент на вот этот вот узел. Почему это важно? Крутящий момент определяет задачи, какой сложности сможет выполнять инструмент для работы, с каким материалами будет он пригоден. От него зависит, справится ли шуруповерт со сверлением толстого металла или больше подойдет для сборки каких-то базовых конструкций. Чем тверже материал и чем глубже необходимо ввинтить крепеж, тем выше потребуется именно крутящий момент. Ну, а теперь немного цифр. Цифры будут следующими. Минимальные показатели крутящего момента составляют 5-15 нанометров. Такие простые модели подойдут для несложных работ по сборке мебели, сверления гипсокартона и тонких металлических пластин. Легенький такой вариант. Модели с крутящим моментом от 20 до 40 нанометров станет, в принципе, отличным вариантом для ремонтных работ в доме, на даче. Такой прибор можно будет использовать для сверления отверстий в плотных материалах и для работы с крепежным материалом различного типа, то есть универсальный вариант. Максимальный крутящий момент от 45 нанометров это хороший показатель для выполнения серьезных профессиональных задач. Большие отверстия, закручивание саморезов любой длины, даже у материала с высокой плотностью и жесткостью. Вот попробуйте в дубовую доску что-то загнать туда. Ох, сложный будет вариант. Итак, при правильном выборе крутящего момента работа будет выполняться проще и вместе с тем эффективнее. Такой шуруповерт будет меньше подвержен износу и прослужит вам гораздо дольше. Но это еще не все, идем далее. Ну а теперь секретная информация для наших зрителей дополнительная. Какие параметры еще стоит учесть при выборе шуруповерта. Итак, кроме крутящего момента у нас еще и очень главные параметры. Это мощность. Один из главных параметров, пожалуй, для любого электроинструмента. От него зависит производительность и выносливость шуруповерта. Стандартный показатель мощности для бытового шуруповерта это 500 Вт. Начиная от 500 Вт. Чтобы инструмент успешно справлялся с продолжительными и более сложными задачами, хорошо показывался в ремонте, рекомендуется выбирать мощность от 600 до 800. Это где-то вот средний вариант. При выборе аккумуляторного шуруповерта главным показателем мощности будет напряжение батареи. Более высокое напряжение говорит о более мощном и производительном инструменте. Для базовых хозяйственных целей можно взять прибор. Примерно 9 Вт маловато, ну где-то вот так, 12-14 Вт. Если хочется устройства с повышенной выносливостью и большей мощностью, смотрите, чтобы аккумуляторная батарея имела мощу от 18 Вт и выше, до 20 Вт. Следующая важная штука – это у нас автономность. Обратите внимание, как работает шуруповерт именно от аккумулятора и от сети. В аккумуляторных шуруповертах, будем говорить так, ну конечно, можно будет разносить куда хочешь, мы не привязаны к батарейке, это очень важно и очень удобно. Если вы дома где-то, там какую-то пару дырочек, можете все это дело от сети организоваться. Аккумулятор не надо будет, за ним следите и так далее. Надо что-то присверлить. Втыкаем в розетку вилку и закручиваем. При выборе, например, на батарейном питании, обращаю ваше внимание, емкость элемента в батарее должна начинаться где-то на наше время. Не 1,5 Ач, 18650, одна ячейка аккумулятора, а минимум 2500 на наше время. 2500 – это начальный вариант, хватит, в принципе, нормально. Батарея там набирается под определенное напряжение и так далее. Самое главное, запоминайте, у аккумуляторного должна быть плата балансировки, это очень важная вещь, и литий-ионные аккумуляторы, а не какие-то там металлогидридные. Емкость одной ячейки 2,5, 3 – это очень хорошо, а если 3, 500 – емкость одной ячейки, это будет очень хороший показатель. Следующая – эргономика, это тоже важная вещь. Эргономика, ребятки, да, вот эргономика, немножко мы проскочили картинку. Это у нас обхваты, это у нас функциональность, размер корпуса, балансировка центра тяжести. Это очень важно расположение кнопок, формы, рукоятки и так далее, чтобы в руке держалось правильно и так далее. Эргономика, обязательно обращаю на это дело. Прочность корпуса – это тоже важно. Чем дешевле, тем она как бы хлипкая получается у нас в пластмассе, тоже обращаю внимание. Комплектация, комплектация – это тоже важная вещь. Во-первых, это у нас дополнительные биты, качество бит, соответственно, дополнительные какие-то там… О, количество аккумуляторов – это очень важно. Два – это хорошо, один – это мало. Зарядное устройство тоже бывает с перегревом, не греется очень сильно, между прочим. Качество зарядного устройства, какие токи оно выдает, чтобы не перегревалось. Качество материалов – это вот биты, как я уже указывал. Размер кейса, сумки – это тоже важная вещь. И вот как-то так. Так что здесь придраться есть к чему. Соответственно, не забываем про гарантию. Гарантия год – это как бы так, это маловато, это дешевые модели. Более качественные модели – это два года, а бывает даже и три года. Особенно правильные, хорошие, с хорошей комплектацией шуруповерты. Тоже обращаю ваше внимание. Ну и по окончанию нашего видео шуруповерты с высоким показателем крутящего момента. Это Рокодил Твист 2 Про, довольно-таки неплохие. Макита ДФ 457, ДК-шечка в принципе неплохо себя будет вести, ДК-ЦД 20, ну и Зубр есть такие, Зубр ДШЛ 40 нанометров тоже имеет. Так что вот в этой линейке можно себе что-то и выбрать. Ну и по окончании шуруповерты с высоким показателем крутящего момента позволяет выполнить более широкий круг задач. Такой инструмент подойдет для работы с крепкими материалами, может завинчивать средние и большие винты, сверлить большие отверстия и так далее. Он больше прослужит, будет значительно меньше подвержен выходу из строя по-любому. Высокий крутящий момент будет значительно меньше подвержен, так сказать, различным другим непонятным нагрузкам. Все просвернет, везде все закручат. Как видите, преимуществ немало, поэтому если вы задумались купить шуруповерт, выбрать рекомендую именно модели с высоким крутящим моментом. Более 40 с чем-то нанометром. Это канал Отвертка, канал Домашнего Мастера. Надеюсь, данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, смотрите наши еженедельные стримы. С нами будет интересно.